ПЕСНЯ 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 Герой социалистического труда, академик, лауреат Ленинской и Государственной премии, заслуженный деятель науки Виктор Иванович Стручков. В годы войны главный хирург 13-й армии. В годы войны институт внес достойный клад в дело победы над врагом. Академик Бурденко был главным хирургом Советской армии. Академик Мясников главным терапевтом военно-морского флота. На полевых и дивизионных медицинских пунктах, в армейских и фронтовых гостях, в прочих деминистических отрядах и аптеках днем и ночью, в труднейших условиях, воролись за жизнь ранних посланцы института, от санитара до академика. Выпуски врачей предвоенных 40-го и 41-го годов полностью ушли на фронт. Владимир Харитонович Василенко, герой социалистического труда, академик, заведующий кафедрой. Во время войны был главным терапевтом 1-го Украинского фронта. Наши дорогие выпускники сразу очутились в горячем пламени невиданной до сих пор войны. Они работали, не покладая рук на всех фронтах, повсюду, где горела наша земля. В медсанбатах, окопах, в госпиталях. Они подвергались, как и все советские люди, бомбежкам и обстрелам жестокого врага. Труд медиков в этой войне, конечно, велик, но нисколько не больше, чем заслуга всего нашего героического народа. Горячие же сердца медиков могут засвидетельствовать воины, перенесшие ранения и болезни. Кавалер Ордена Ленина, профессор Михаил Кузьмич Кузьмин, на войне был командиром сам взвода. Рискуя жизнью, вынес с поля боя десятки раненых бойцов. Герой Советского Союза, доцент Надежда Викторовна Троян. С первых дней войны солдат-артиллерист Федор Иванович Комаров, ныне герой социалистического труда, академик, лауреат государственной премии, генерал-полковник медицинской службы, начальник Центрального военно-медицинского управления. Александр Матвеевич Крупчицкий, член партии с 1918 года, ветеран гражданской войны, генерал-майор медицинской службы. В 41-м году, в 41-м году, уходили мальчишки-солдаты, побывали в аду, побывали в аду, и вернулись домой в 45-м. В 17 лет ушел на фронт Владимир Иванович Петров. С боевыми наградами в 45-м вернулся к комсоргам штурмового батальона. Был тяжело ранен. Победив болезни и раны, стал хирургом, профессором, заведующим кафедрой, членом-корреспондентом Академии медицинских наук, лауреатом государственной премии, ректором 1-го Московского медицинского института. Ритуал посвящения студентам. Участник обороны Москвы, проректор института, заведующий кафедрой, профессор Игорь Анатольевич Сыченников. 20-летним солдатом он принял первый бой под Ленинградом. Дорогами войны прошел до победы. Медсамбаты и полевые госпитали. Подчас не хватало самого необходимого. Инструментов, лекарств, перевязочных средств. Но было главное. Милосердие, любовь к раненому, беспредельное желание вернуть бойца в стройку. Торжественная минута. Клятва верности делу, которому служишь. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok